18 декабря. Мы с Володей едем на работу сейчас. Завтракали, заехал Гавриил. Будем отправлять книги по почте. Два места. Какие дела. Сегодня поспали мы немного ночью, но часов 5, не более. И сегодня утром при записи видеоролика Игнатия Тихоновича были сонные весьма. Игнатию Тихоновичу даже пришлось ногой меня слегка задеть, чтобы я совсем со стула не рухнул в какой-то момент. Вот так, сейчас поедем. Вот утром смотрели видеозаписи, как у нас занимаются миссией священники. Священник из Санкт-Петербурга, это они связаны с атриумом. То есть, с одной стороны, конечно, это замечательно. Человек выходит, священник на улицу выходит, ходит общаться с людьми. Это, на самом деле, такое редкое явление, просто феноменально. За это стоит только похвалить его. То есть, с другой стороны, что он проповедует им? Подходит, спрашивает, вы крещены? Нет, почему? А вот если крещены, говорит, вы часто спрашивают, моетесь, в баню ходите или в душ. Часто грязь. Так и, наверное, нужно наиспевать ходить. Испевать причастие, крещение. Вот вся тема разговора, это выцерковление. Как это начало, а потом пойдут и все, и мощи, и мироточивые иконы, и старцы, и афоны. Это все там нагромозится сверху. Человек, он станет хуже, чем был, когда неверующий, так сказать. Говорит, обходят горе вам, говорит, книжники, фарисеи. Христос говорит, что обходят и море, и сушу. Хотя бы одного обратите, делайте двое хуже, чем вы сами. Вот. У меня такое возгорело желание написать письмо им. Ну, Антонику написать, что, как бы такое облегчительное, с местами из писаний привести. Что? Ну, как-то вызвать его, может разговор или какое-то размышление. Ну, или просто по ревности. Просто делать, как это будет, ответ на реакции или не будет. Написать, что же вы делаете, говорит. И намечные места из писаний про Исаия, 8 глава, 20 стих, что обращайтесь к закону Откровения. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. Кто они? Да кто угодно. Патриарх, священник, отец, брат, мать. Священное писание. Апостол Павел как проповедовал. Зашел в Ариапах и речь такую сказал, что Бог издавна положил против грековых ремен народы, чтоб искали народы его, ибо он недалеко от каждого из них. Вот такие речи. Благовествовал о Христе распятым. Перинфянов 2 глава. Говорит, что я решил быть у вас не знающим ничего, кроме Христа и притом распятого. Ничего. Не тонны богословской литературы. Пришел говорить о том, что пришел Христос. Спасти грешника. Что верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Гнев Божий. Какое может быть дело о крещении, разговоры о причащении, если человек в Христа не верит. Не верит в загробную жизнь. Ничего не верит. Полная атрофия, аморфия. Вот это меня побуждает сказать. Такие дела. Что наполняет мне в это утро? Пристоит просмотреть фильм Класс. Эстонский фильм Класс. Он прекрасно иллюстрирует ту ситуацию, которая сложилась в мире. На кого стали похожи христиане? Игнатий Тихонович где-то читал, как русско-турецкая война или кто-то русский ограбили город. Выносит все. И старец такой стоит на коленях и их взывает, сплачивает. О, Аллах! Зачем эти люди живут? Зачем эти люди живут? Вот фильм Класс эстонский 2007 года. Посмотрите. Там режиссер зовут Ильмар. Как-то так. Чем занято? Чем наполнена молодежь наша? Волчатник. Нельзя такое представить, чтобы в мусульманских странах в школах сидели девушки такие. Ноги, груди видно, разукрашенные. Разукрашенные. Ошейник на шее. В носу, в губе у нее кольцо. Эти парни, они издеваются над ним, бьют его. То есть доводят его чуть ли там не до отчаяния, до безумия. И в конце концов они со своим этим новым товарищем. Берут в руки оружие, потому что нечего делать. Никто не рассказал им о Боге, о Христе. Родители ничего об этом не знают. Учителям наплевать, они только еще угрожают им. Они берут в руки оружие, приходят в столовую и учиняют жестокую расправу. Расстреливают буквально людям. Всех своих обидчиков. В конце концов, и с собой кончает жизнь один из них. Вот это все по мотивам событий, которые произошли в Колумбине, США. Где тоже каждый год устраиваются такие вещи. Нечем жить. Незачем. Нет цели жизни. Зачем эти люди живут? Зачем они живут? Никакого научения, ни цели жизни. Никакого отвержения от себя. Лишь преуспеяние во зле каком-то. А где священники в это время все? И где? Ну ладно бы. Это понятно, где они. Так почему другие, они оправдывают это беззаконно, рассказывают это? Не судите священников. Вот вы грубые, злые, вот все. Вот у нас на миссии в Петербурге, мы миссионерством занимаемся. Ну какое может быть миссионерство? Если в самом малом они неверны. В самом малом, даже не знаю, в крещении. Правильного таинства крещения нету. Его нет просто. Вот он уже готов выходить. Все, идем. В два места у нас, действительно, отправляемся. Горно-Алтайск и Урал. Горно-Алтайск, это какое самое, говорят, демоническое место. Кто туда собирается, с всей стороны едут люди? Да, говорят туда. Какой-то энергетический канал связи. Вот, поправить. Так, а где собака? Ой. Нету. Собаки нет нашей. Ну что ж.